Уважаемые друзья, здравствуйте! С вами Евгений Филионов и вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик. Сегодня у нас идет продолжение темы черенкования. Черенкование в зиму у нас было, выходило три части или четыре, я не помню уже, ну сейчас вспомним, сейчас будем монтировать, все вспомним. Вот они накрытые на зиму, так простояли, сейчас я буду вскрывать сетку, как вскрою, так соответственно мы будем дальше наблюдать. Сетка двойная у меня тут, это все от снега, ну давайте я вскрою и продолжу, потому что вскрывать и работать, и снимать, работать, это ее надо аккуратно привязать наверх, чтобы она не болталась, чтобы она ветром не побила. Итак, мы сняли сетку, вернее привязали ее к боковинке и теперь смотрим, ну давайте начнем сначала. Туя верисковидная у нас, туя верисковидная была зачеренкована, сейчас если не обмануть, 1 июля по моему, с 1 июля мы начали черенковаться, да есть отпад, есть немного отпада, ну вот это то, что зеленое, вот это все здесь почему-то в тени особый напад, дальше у нас идет, ну во-первых, самый большой минус черенкования осени, это просто за зиму ее выдавливает морозами из всего, и видите, стволики, которые мы в землю вставляли, как говорится, полностью, их сейчас выдавило, вот можно видеть, стволик видите, он был полностью, сейчас даже не знаю, придавливать мне его опасно, ну вот это вот скорее сухое, ну вот этот, вот это сухое, куда же уберем, да здесь корешки есть, ну вот, вот можно видеть корешки, но она наверху вся, поэтому желательно ее придавить, но здесь будет придавливаться все, вот так берете, придавливайте, то есть сейчас мы этим займемся, ну тоя вересковидная, опять, пока что результат не видим, я не могу сказать, сколько здесь отпада полностью произошло, это точно, пока что, то есть еще месяцок подождем, пополиваем, сейчас пройдемся корневинчиком, опять же, корневин разводится на лейку 10 грамм, кладете, высыпаете, вернее, пакетик корневина, просто меня постоянно вопросы не рассказал, как разводится, на упаковке все написано, и для тех, кто еще этого не увидел, объясняю, разводите корневин на лейку, в лейку вставляете корневин, высыпаете корневин, то есть разводите его полностью, маленько воды налили, поплескали лейку, полностью лейку налили, и сверху поливаете по хвою, и ничего страшного не будет, надеюсь, в этот раз все, я уже четвертое видео говорю, как нужно разводить корневин, если кто опять ленится читать, для тех, кому написано специально на упаковке из корневинов, что он разводится именно так, на 10 литров 10 грамм, дальше у нас идет туя, шаровидная, нано, отпад есть, но опять же, не такой большой, я думал, будет больше корневая, вот смотрите, хоть и черенок сам плохой, но корневая у нее есть, поэтому стараемся аккуратненько придавить, все, забыли, сейчас я на данный момент ничего трогать не буду, не вытаскивать ни сухие, ни живые, никакие корни, вы сами прекрасны, вот даже здесь посмотреть, видите, корни пошли сверху, вот они уходят, это черенок, черенковался тоже в июле, вот то, что вот единственное, плохо, очень черенковаться, это то, что получается, вот смотрите, черенок с корнем, но его уже обратно смысла нет вставлять, поэтому я вам скажу так, нет смысла, я не буду сейчас трогать, потому что черенок может быть наполовину зеленый, половину сухой, а его выдернешь, там корневая, на данный момент лучше пока что ничего не трогать, будем потом смотреть более внимательно и придавливать, придавливать я показал как, теперь смотрим дальше, так, туя шаровидная, ну отпад очевиден в районе 10 процентов, дальше у нас идет туя и лоу риббон, по которой я думал скорее всего будет много отпада, ну и правда где-то может быть побольше, где-то поменьше, но все равно я доволен результатом, потому что здесь была земля придавленная, поначалу я придавил ее очень хорошо, поэтому я оставлю все как есть, дальше мы будем опять же смотреть, сейчас скоро наладим свой туман и она будет поливаться, ну давайте опять же возьмем из этой пропавшая, ну вот эта пропавшая, потому что она, считайте, на весу висела, здесь где-то пропавшая есть, вот пропавшая, нет, не пошел ни корешок, ничего не пошло, вот здесь пропавшая тоже, тоже не пошел корешок, ну для особо любопытных давайте выдернем какую-нибудь зеленую, опять же повторюсь, если мы выдернем зеленую, то это не факт, что на ней будут корни, хотя я боюсь выдергивать, она даже не идет, вот с землей пошла, вот, вот корневая, это с какого в июле месяце мы черенковались, ее так сильно не выдавила, понимаете, еще раз покажу корневая, я сейчас посажу с ней все будет прекрасно, не надо думать, что все выдернул, все, ей криндец, нет, уважаемые друзья, у меня так это не работает, ну вот я уже по-наглому если возьму и вот сюда ее посажу просто, действительно там столько корней, она приживется по-любому, конечно зря я ее выдернул, потому что ну это чисто для видео, чтобы показать вам, что зачеренкованная в июле туя, в апреле уже дает такие корни, прижитый черенок, я думаю все видели, все прекрасно все понимают, так здесь смотрим, здесь у нас пошел смарагт, смарагт я выдергивать не буду, ну то что они разбросаны по всему, он черенковался уже в августе, в августе, но я боюсь его трогать, он зеленый, какой зеленый, но могу выдернуть вот кое-что посуше, да вот это не прижился, но опять отпад 10 процентов, вот не прижился, вроде бы зеленый наполовину, но это вот здесь вот, по-моему что-то есть, или мне кажется, да что-то было, ну давайте это потом я сам все разберусь, я не хочу выдергивать и показывать вам корни, потому что там примерно такие же корни, более зеленый, более мощный, но может быть поменьше, потому что он на месяц позже черенковался, а так вы все видели по туи, так, но здесь полностью смарагт идет, у нас его даже тюльпаны выросли, тюльпаны у нас растут везде, вот и выдернули сегодня смарагт, но тоже, но смарагт позже черенковался, поэтому он позже, он зеленый не потому, что он прижитый, потому что он позже черенковался, его выдавило очень хорошо, но корней я не знаю даже, давайте, нет нету корней там, там нету корней они, если есть, лучше пусть постоит, я думаю, я думаю, что он до августа черенковался, до сентября даже, да? Ну до августа наверное точно, в августе черенковали, в августе его черенковали, было очень жарко и черенковали, и он не успел прижиться, вот смотрите, то зачеренковано за июль, это за август смарагт, его не успел, но его повыдавливало, я вижу, что здесь корней как таковых сильных нету, я даже боюсь его трогать, поэтому будет он просто придавлен, подсыпано где-то земли, и что будет с ним, то будет, будем смотреть, но хотя новые вот побеги, на них есть вот новые побеги, я вижу, если выдернуть тот черенок, то я думаю, там будет корневая, но мы не будем этого делать, потому что он меньше на месяц сидит, чем тот, и такой корневой как на Hello Ribbon, ее соответственно, не будет, ну что я хочу сказать, вроде бы все, просмотрели, результат ясен, мне по крайней мере, это примерно около 10-15 процентов отпада, пока что, ну еще май впереди, я думаю, мы сейчас все попридавливаем, это все в порядок приведем, что-то приживется, что-то нет, мой вывод, то что до 1 августа, по крайней мере, черенковаться точно можно, это однозначно, если это считать зиму, ну я имею ввиду в открытом грунте, там дальше уже, в таких теплицах, конечно же, можно и по черенковаться подольше, но на данный момент вот такой результат, уважаемые друзья, так что еще хотел сказать, полив сейчас пойдет у нас обычным туманом, сейчас мы это все по придавливаем, все сделаем красивенько, то что уже сухое, конечно же, пропадет, напомню, здесь было зачеренковано 2000 смарагда, 1000 у нас получается и лоу риббон, 1000 шаровидной и 1000 вересковидной туи боулинг, шаровидная она тоже, в общем размере 5000, вот так, в этом году мы планируем эту грядку зачеренковать, хотя мы планировали и в прошлом году ее зачеренковать, но увы, так получилось, так, по поводу еще дальше, что мы планируем, еще две грядки планируем зачеренковать, но там все можжевельники будут, можжевельники какие-то лучше приживаются, какие-то хуже, ну и туи попробуем еще тоже подчеренковаться чуть-чуть, посмотрим как пойдет дело, потому что сейчас идет прием заказов, уважаемые друзья, не прием заказов, извиняюсь, я ошибся, отправка заказов, у нас очень плотный график, поэтому видео снимается так вот, как бы спеша, на скорую руку и монтировать я тоже буду, не буду практически вырезать ничего, поэтому подписывайтесь на канал, смотрите наш канал, что будет дальше с ними, я обещал вам, я когда ращу их и до отправки, это сколько будет за квест, надо нам с вами пройти, не знаю, наверное к осени уже довольно все видно будет, видно будет какие они из себя и сколько осталось вообще, на данный момент я говорю 10-15 процентов отпадок, что будет к осени, может быть больше будет 30-40, но я где-то планировал 10-15 весной и к осени где-то примерно 30-40 процентов, но это тоже, сейчас мы учтем эти ошибки и опять же, в следующий год мы засеренкуемся и отпада, и мы добьемся все равно, чтобы отпада вообще не было, но отпад будет по-любому, черенкование это как бы, ну добьемся минимального отпада, давайте так скажем, ну на этом все уважаемые друзья, подписывайтесь на канал, будьте с нами, всего доброго, до свидания, с вами был Евгений Филимонов, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok